Неизвестны их данные, Ивановн или Петров, участковые, все практически знают фамилии их на Иисус. Поэтому, что на них неоднократно составляются протоколы, каждый месяц проводятся рейды. Вот за 6 месяцев по статье 160 административного кодекса будет составлено 101 протокол. То есть это 33-я школа, 311-я, Феникс, постоянно проводятся рейды. Там чужих как бы нет. Все, которые в 33-й школе, все те же, фамилии их не все известны. Устанавливают там особо их личные. Можно маленькая ремарка, если у вас идет подряд 3 протокола, личность у вас установлена, у вас налицо факт незаконной предпринимательской систематической деятельности. Что у нас по новому кодексу является предпринимательской деятельностью? Систематическое занятие одним и тем же... Не, варенье, это 160-я статья, это не занятие. Так я к тому, что вы развиваете дальше эту тему через ту же самую администрацию. У вас уже налицо идет фактаж. Человек занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Достатня база доказей Плецова. Три админпротокола, лицо, которое постоянно стоит на этом месте, и четыре свидетеля. Это уже совершенно другая статья и совершенно другой мотив. Когда он будет знать, что он там пожучит, о том, что он незаконно торгует, это одно. А незаконная предпринимательская деятельность, это вот в том вашем варианте, когда возможно изъятие орудий труда. Ну, то есть, здесь не правополучие. Ну, давайте один раз создадим прецедент, а спратим его по всем средствам массовой информации, тогда другим будет неповажно. У нас есть куда уже, да, в господи. Если можно, она уже про юридические аспекты по поводу установки незаконных сооружений, да, вот этих мафов.